Факт про Стамбул, который я не знала, я в такси, оно просто не вызывается. Стамбул очень большой город, как пони, я могла бы на ней проехаться. Еще лайфхак про аэропорт, только однажды чувствую самолет и летит без меня. Все настолько сложно, все настолько неочевидно. Из Стамбула у меня немножко блогов, поэтому я решила объединить все в одно. Если вы открыли это видео, потому что вам вообще не нужен Стамбул, но нужны очень классные лайфхаки для полетов на самолете и для путешествий, которые пригодятся всем. То, под этим видео есть тайминг, сразу перематывайте на нужный кусочек, потому что посмотреть это нужно всем обязательно. За что я не люблю Airbnb, что сначала они не совсем правильно писали код от подъезда, потом пока дверь откроешь, но вид очень крутецкий, смотрите вообще. Сюда просится букет цветов, надо бы его поставить обязательно. Ну, выглядит очень чистенько, аккуратненько, вид вообще классный. Кухня даже есть с минимальными. А на фотке была кофеварка, а в реальности ее нет. И, ну, собственно, душ с туалетом. Прикольно сделала тоже. Очередной огромный пятерок. В кафе воду принесли вот в такой штуке. Сок, как детский сок. Впервые такое вижу. И похоже, что вот там вот живут люди, так интересно. Улица с кафешками, с закрытым верхом, а окна домов как будто бы живые. Никей у нас в который раз берет ревиоли. Они очень похожи, это турецкие ревиоли, они такие треугольные. Очень похожи по вкусу на наши пельмени. Очень вкусно на самом деле. Вот настолько получилось. Два напитка, три блюда. Три напитка и три блюда. В принципе, кстати, нормально. Все кричат, что вкусы супердорого, в три раза дороже, чем в Москве. Так, мы поселились в районе Галаты, который так называется, собственно, Из-за башни. Я вообще не жалею, мне очень нравится район. Такая маленькая Европа. Куча магазинчиков, кафешечек, улочек. Наверное, следующий район уже не совсем Галаты, но очень миленький. Много уличных кафешек, люди гуляют с собашками. Туда вот видно новые здания. А там еще более мило, отмечу локацию. Как аппетит она стекает. Такая вот милейшая кафешечка. Просто суббота на улице в Стамбуле. Оцените количество народу. Мы идем в ресторан, где-то 40 минут от Галаты. Тут просто суперзеленая часть города, большой парк. И милые вагончики. Оставлю вам локацию. Все коты и собаки здесь просто ненормально огромного размера. Как пони. Я могла бы на ней проехаться. Она идет ко мне. Hello, baby. Hello. Факт про Стамбул, который я не знала. Я была здесь только один раз, буквально один день. То, что этот город, он как бы, не знаю, как объяснить. В общем, постоянно спуски и подъемы во всех районах, где я была. И после года жизни в Азии, где особо негде ходить, прогулки даются иногда даже тяжело. Особенно вот в районе Галаты, где же мы живем. Там прям очень много вверх-вниз. Такие прям спортивные, кардиоподъемы. Здесь такой более современный райончик. Но там вдалеке, вот если предвидеться, улица опять идет прям сильно вниз. Вау, вид роскошный. Я не ожидала такого простора. Просто посмотрите. Все-таки Стамбул очень большой город. И смотрите, цены вполне приемлемые. Сейчас курс упал. Где-то 3,5, но, грубо говоря, на 4. Что очень даже для такого ресторана окей. Смотрите, наступила ночь, но ничего не изменилось. До сих пор очень-очень много людей на этой улице. Мы пришли в это кафе. По-моему, я видела его в интернете, но пришли мы сюда потому. Расскажу почему. Здесь мог бы быть классный вид на башню, но здесь ремонт. И людей сегодня, воскресенье, просто безумно много. На день рождения я тут делала красивый стол. И, конечно же, забыла его снять для Ютуба. И вообще на день рождения ничего не сняла практически для Ютуба. Ну, смотрите, какая сейчас красота. Вот в этом доме был наш Airbnb в красивой части. И здесь магазин с водичкой и так далее. И утром Кевин пошел купить сигарет. Здесь проблемы с такси. Расскажу потом. Но суть в том, что хозяин вызвал нам два такси, договорился о цене. Короче, красавчик в серой футболке. Про такси в Стамбуле. Очень много говорят о том, что они ломят бешеные цены, обманывают и так далее. Ну, конечно же, есть приложения. Мы когда прилетели в аэропорт, мы просто заказали такси через приложение. Я думаю, ну в чем проблема? Но когда мы попытались заказать в городе, оказалось, что они просто не приезжают по приложению. Они останавливаются на дороге. Вы можете их поймать. Вы можете попросить кого-то позвонить. Как у нас турок, я имею в виду, у местных каких-то. Или там в кафе, на ресепшен. Иногда они называют вам цену сразу, и можно торговаться, потому что нам назвали очень дорого, когда мы с автовокзала должны были проехать в центр. 30 минут буквально, даже меньше. Он назвал нам 700. Мы сторговались до 400. Вот. И когда мы собрались ехать в аэропорт, хорошо, что мы за день проверили, что такси, оно просто не вызывается. Они не хотят въехать по этому таксиметру. Кто это не регулирует. И вот в этом основная проблема. Поэтому имейте в виду, что если вы в центре где-то перемещаетесь, из центра едете в аэропорт, то заранее ищите такси. Это большая проблема. Даже вот несколько недель назад мне прислали новость, что то ли министр туризма Турции призвал их прекратить, ломить бешеные цены, потому что негативно отражается на облике города в глазах туристов. Но им, как видимо, все равно. Хотя в результате в аэропорт я доехала за 450 лир. Умножаем на 3,5 сейчас, ну, грубо говоря, на 4. Ехать было полчаса. Кевин в дальний аэропорт, ему назвали цену 700. Но туда ехать целый час. В принципе, это как бы норм. Но если бы они включали просто километраж, то было бы намного дешевле. Еще из удобного то, что у них у всех, как я заметила, есть оплата карты в такси. То есть даже они таксиметр не включали. Я не через приложение заказывала, но оплатила я картой. Оплачиваю я тайской картой. Она работает везде. Я не знаю, на Бали почему-то у меня не получалось ей расплатиться. Я снимала в банкомате и расплачивалась. В Стамбуле, в Дубае и на Филиппинах. Мне сказали, что в банкоматах обычно довольно большая комиссия за снятие. Но понятно, что теряешь много. Особенно учитывая, что я-то меняю рубли на баты, и потом баты на местную валюту. Это, конечно, очень сомнительная экономическая история, но то ощущение, когда ты можешь в другой стране что-то оплатить картой в современной ситуации, это очень круто. И уже я сейчас монтировала это видео и поняла, почему я до сих пор мучаюсь. Я никогда не знаю, будет ли моя карта работать в новой стране, не будет ли. Перевожу деньги через три колена, теряю на комиссии. И я сразу же решила эту проблему, потому что я вам уже говорила о компании, которые оформляют карты зарубежных банков. Я написала им, они подобрали мне карту, оформили заказ. В следующем видео я вам обязательно расскажу, когда моя карта придет. Но почему я это сделала? Потому что их карты работают гарантированно по всему миру, у них нет ограничений, что в какой-то стране они работают, в какой-то не работают. И самое-самое важное для меня, то что их можно пополнять с карт российских банков напрямую. То есть я сейчас полечу в Грузию, и для меня это будет идеально. Свой доход в рублях я буду просто переводить на мою новую карту, и ей в Грузии везде расплачиваться. Еще один классный лайфхак, потому что если даже вы находитесь не в России, вам все равно эту карту могут прислать в любую точку мира. Не помню, сказала я вам или нет, вдруг кто-то не знает, что без вашего визита это делается. То есть я уже не в Москве, но мне все равно, я же все в последний момент всегда делала, но мне все равно оформят и пришлют мою карту. Вот, на сайте есть все подробности. Конечно, написано, если вам интересно почитать, как это все происходит, про нюансы по поводу доверенности и так далее, нужна она или нет, это зависит от карты. И, конечно же, есть отзывы для тех, кто переживает, но я уже рекомендовала эту компанию зимой, вот, поэтому она проверена временем, у меня никаких сомнений на их счет нет. Ссылочку, конечно же, оставлю вам под этим видео. В следующем видео, когда моя карта приедет, я вам, конечно же, ее покажу, хотя, кстати, очень классно, что у них есть менеджеры, которые вам по потребностям выбирают. Учитывая, там, те сроки и те функции, которые мне нужны были от карты, мне подобрали такой секретный тариф. Это как тариф быстрый, который я вам показала на сайте, но он будет немножко отличаться. И круто, что менеджеры подобрали именно то, что мне нужно. Аэропорт, конечно, тут красивый, но Wi-Fi не работает. Только в кафе он мне работал, а Wi-Fi выдает ошибку, который центральный. Еще лайфхак про аэропорт, раз уж мы начали про это говорить, это вода. Вы не можете проносить воду после таможенного вот этого контроля, но вы можете пронести пустую бутылку и почти во всех больших аэропортах есть, на самом деле, фонтанчики с питьевой водой. Мне обычно лень их искать, я им не очень доверяю, я всегда покупаю бутылку воды в самолет, потому что я пью очень много воды, и мне даже на короткий полет обязательно нужно, чтобы была вода. Но на самом деле, даже если вы летите самым дешевым, предешевым каким-нибудь лоукостром, воду в стакане, они вам, как правило, если вы попросите, подадут бесплатно. Ну, потому что это понятно, что в полете, мало ли, таблетку надо взять или что-то еще. В бутылках воду они продают, а в стаканчиках, если попросить, дают, поэтому имейте в виду такие вот лайфхаки. Сейчас подумаю, что еще вам можно рассказать. Так как я сейчас летаю с ручной кладью, если вы не знали лайфхак, то, как я вам говорят, ручная кладь 5 или 7 килограмм, это про эту сумку. Вы имеете право взять с собой одну личную вещь. Это может быть маленькая сумка, но на самом деле вторая сумка, она тоже считается личной вещью. Вот здесь, да? Букет цветов вы имеете право взять, он не считается никак. То есть, неважно, какой он размер, вы проносите его на борт бесплатно. И когда вы взвешиваете сумку, вес лэптопа, другой техники, в принципе, например, если у вас дрон, теплая одежда, которую вы можете одеть на себя, это все не считается. Также детское питание, лекарства и так далее. То есть, довольно много вещей, на самом деле, можно взять ручную кладь. Если бы они придирались, они бы, конечно, могли сказать, что у меня раз сумка, два сумка и три сумка. Но им все равно, потому что та сумка проходит по весу. Это считается просто личной вещью, так что я все могу бесплатно приносить. У меня билет без багажа. Северный ветер-пегазфлай. И про жидкости. На самом деле, можно довольно много брать ручную кладь. До литра. Но каждый бутылечек должен быть не больше 100 мл. Но 100 мл это, на самом деле, вот такая вот бутылочка. Просто все крема, все вообще довольно много можно. Представляете, сколько можно маленьких кремов взять, чтобы они в общей сложности были 1 литр. Это очень много. И маникюрные ножницы тоже можно приносить. У них маленькие лезвия, и их не просят вынуть ничего. Но есть такое требование, что все жидкости нужно сложить в один пакет, потому что вас могут попросить на досмотре их достать и показать этот пакет. Но вот у меня, не знаю, сколько уже перелетов, 10, наверное, совершилось этой ручной кладью. Ничего не спрашивали, ничего не доставали. Ну, вообще, никаких проблем не было. Я для себя пыталась вот последние несколько месяцев ответить на вопрос, можно брать маленький чемодан, который был пачечной кладью, а можно сумку, которую ты носишь как-то на себе. И с одной стороны, сумку на себе тяжело носить. Вот я стараюсь брать тележку, да, потому что у меня болит спина, я маленького роста. Мне сложно носить тяжелые вещи на плечах. Но все равно, например, если ехать в путешествие в Азию и в подобные страны какие-то, где вы активно перемещаетесь, я все равно за сумку. Потому что очень много есть таких моментов, когда ты сумку быстренько повесил на плечо и пошел из такси в такси, с парома на паром. Если же у тебя чемодан, то на самом деле намного менее удобно. Да, ты его можешь катить, но поверьте, очень много есть ситуаций, когда у тебя нет дороги, по которой ты можешь его катить. А поднимать чемодан намного тяжелее, чем поднимать обычную ручную сумку. Поэтому я, наверное, заботюсь вопросом, куплю себе какую-нибудь хорошую, такую удобную сумку, потому что вот эту я купила на Бали, прям самая дешевая, что нашла. Что прилетела я на Бали на несколько месяцев, и я прилетела с маленьким чемоданом. И когда я поняла, сколько у нас будет с Кевином перелетов, я поняла, что с ручной кладью мне будет вещей вполне достаточно. На самом деле, этого более чем достаточно, если грамотно складывать. Но я отдала чемодан ребятам, Саше с Габи, когда они улетали в Москву, они забрали мой чемодан. Вот, поэтому я с удобством путешествую. Очень большая экономия на билетах на лоук-остров, потому что доплачивать каждый раз за багаж, это перелетов, представляете, за 10, сколько вы доплатите? Очень-очень много. Да, изначально я перепутала, это явно новый аэропорт, потому что я думала, что мы прилетаем в новый, но нет. И старый находится намного дальше, на самом деле, от центра Стамбула, и там нужно ехать больше по пробкам, а сюда дорога такая, через лес. Потому что он находится за городом. Для вас актуально, выбирайте этот, называется ИСТ. Если вы не знали, каждый аэропорт имеет аббревиатуру из трех букв, потому что бывают одинаковые, похожие названия, но эти три буквы, они у всех аэропортов в мире разные. Ну и для тех, кто мои родненькие подписчики, следит вообще за моей жизнью, не только за какими-то конкретными путешествиями, резонный вопрос, что дальше? есть история, куда-нибудь я сюда оставлю, про моего молодого человека, его зовут Кевин, как мы познакомились. Суть в том, что он француз, работает он в основном во Франции, но не только. И сейчас мы путешествовали вместе, точнее, даже так, если кратко, мы встретились в Таиланде, потом ему нужно было работать, я не смогла получить визу, шесть месяцев мы не виделись, он прилетел на Бали, мы почти три месяца путешествовали вместе, и сейчас вот мы опять разъехали с разной стороны, потому что ему нужно летом работать на Корсике, визу мне получить не удалось. Дальше нам нужно что-то делать, потому что, ну, на самом деле, это очень большой стресс, ну, это просто бред, я не понимаю, как люди по расстоянии строят отношения, для меня это, как бы, шесть месяцев мы были отдельно, окей, сейчас еще несколько месяцев, окей, как-нибудь мы с этим справимся, но я имею в виду, что в перспективе нас это вообще не устраивает, когда мы вообще в такой полной неопределенности, но дальше что делать, непонятно, ситуация с визами, она очень сложная, я рассказывала про это, есть еще одно видео у меня подробно про получение шемгена, есть два варианта сейчас у меня, либо еще раз попробовать получить туристическую визу, причем, скорее всего, в Испанию, потому что Франция после двух отказов меня точно не даст, Испания как повезет, я очень надеюсь, мне наконец-то повезет, я буду, наверное, пробовать подаваться, но сразу мы работаем над двумя версиями, следующая версия, конечный итог, все равно мы планируем расписаться, потому что иначе это вообще просто жесть, очень тяжело, но если вы думаете, что можно просто расписаться с иностранцем, и жить долго и счастливо, ничего подобного, особенно с французами, как вариант, можем расписаться в России, или, например, в Грузии, но у граждан Франции есть такая опция, как пререгистрация брака, они должны в той стране, в которой хотят выйти, зарегистрировать брак, они должны пойти в консульство, то есть если мы в Грузии, мы оба должны прилететь в Грузию с документами, пойти в консульство в Франции, подать документы на пререгистрацию, что такое пререгистрация? Они отправят документы во Францию, проверят всякие штуки, не был ли он женат, еще у них есть жутко странная традиция, так как братья заключаются в мэрии, Мэрия вывешивает листок, просто прям физически вывешивает листок в мэрии, чтобы люди в течение 10 дней, которые против этого брака, вот как в американском фильме в церкви спрашивают, кто против этого брака, вот у них так, ну, похожая фигня, распечатывается листок и висит 10 дней в мэрии. Никто, конечно, я думаю, этот лист не смотрит, но вот такая странная традиция. И пока все это происходит, это занимает около двух месяцев. То есть, например, если мы хотим распечататься в Грузии, мы должны прилететь в Грузию, подать на пререгистрацию, подождать два месяца и только потом расписаться. Но это еще не все. В каждой стране нужно легализовать брак. И Кевину нужно во Францию перевести все документы и подать на легализацию брака, что тоже занимает до нескольких месяцев. Мне нужно сделать то же самое в России. И даже после этого это не дает мне никаких прав. То есть, конечно, если я подамся на туристическую визу после, когда я уже замужем за гражданином Франции, скорее всего, невероятнее дадут. Но не факт. По-хорошему, мы можем подаваться на долгосрочную визу Д, что занимает несколько месяцев. И очень-очень-очень муторно. Если брать помощь каких-то людей, то это будет дорого. И мы все равно будем делать один из этих вариантов. Но это я вам сейчас очень кратко рассказала. Я, наверное, буду подробно рассказывать, когда начну оформлять все документы, потому что я не ожидала, и мы до сих пор бываем в шоке от того, что в современном мире все настолько сложно, все настолько неочевидно. И есть провизы, вот как бы одни правила, которые написаны просто в список документов, а есть реальная ситуация. Реальная ситуация, она, как правило, сложнее. То есть, например, есть какие-то дополнительные документы, которые нигде не указаны, но если вы их подадите, то это будет лучше. Есть какие-то документы, которые, наоборот, лучше не подавать. То есть, например, если некоторые считают, что приглашение из той страны, куда вы летите, вам поможет, считается, что нет. На самом деле сейчас они настолько не хотят нас видеть, что приглашение, то есть понимание, что вас кто-то там ждет, оно только углубит ситуацию. Есть люди, которые помогают с визами, я пользовалась услугами таких людей. Они все тогда и сейчас они говорят мне абсолютно разное и советуют абсолютно разное, что возвращается на самостое, что любая виза – это лотерея. Но я лечу сейчас в Москву, и в ближайшие два месяца у Кевин будет работать где-то до середины сентября. И за это время нужно оформить документы, решить, в какую страну, в какой стране мы будем расписываться. Полная неопределенность, очень бесячая, но буду держать вас в курсе, буду рассказывать подробнее, потому что наверняка есть люди, которым это тоже актуально, а информации катастрофически мало. Это становится уже какой-то традицией, но дурацкой и опасной – опаздывать, заходить последний на регистрацию или заходить последний в самолет. Сейчас мне нужно было цветы поставить, купила сок с большой горлышком и налила туда чуть-чуть воды. Ну, соответственно, уже сейчас, прямо перед самолетом. А во всех туалетах такая огромная очередь, просто, я уже решила, ну ладно, в самолете схожу, но протиснулась мимо очереди хотя бы налить воды в эти несчастные цветы, и вот теперь я чувствую, что буду опять последняя забегать, потому что очередь уже двигалась, когда я пошла искать другую туалет. Такие дела. Все свои вещи бросила, вроде никто их не спер. Если не надо так делать, друзья, а то так однажды чувствую, что самолет улетит без меня. Нет, люди еще заходят нормально, но уже последний. Сегодня мне повезло самолет. Полупутой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова